Добрый день, дорогие коллеги! Отлично! Ну что, тогда мы начинаем. Меня зовут Елена, и сегодня я хочу... ...хочелись распродажи. Итак, почему же Италия? Я думаю, вы уже прочитали слайд на нашей главной странице. Италия неизменно входит в десятку самых посещаемых стран в мире. Именно в Италии сосредоточено около 70% объектов всемирного наследия человечества по данным ЮНЕСКО. Да, в нашей маленькой Италии, вот в нашем вот этом волшебном сапожке, который омывает пять морей. На карте нашей, вы видите, подписано три. Адриатическое, Теренское, Лигурийское. Есть еще между Сицилией и носиком Италии, носиком нашего сапожка. Вот тут Ионическое море. И все это южное побережье Сицилии омывается Средиземным. Итого пять морей. Знаменитые города Италии. Читтадель-Арте, города искусств. Такие как Милан, куда прилетает наш самолет, Рим, конечно же Венеция и Флоренция. Прежде всего, четыре главных города, которые в основном включены во все экскурсионные туры. Круглогодичное направление. Если в Италии есть пять морей на лето, города искусств, экскурсионные туры, круглогодично можно предлагать вашим туристам, на зиму у Италии есть еще две изюминки. Это горнолыжные курорты. Весь север Италии – это Альпы. А горнолыжные курорты на любой вкус кошелек, тихо ли с перелетом в Милан. Как видите, трансфер до северных границ Швейцарии и Франции, где расположены популярные курорты горнолыжные. Также трансфер будет недалек, соответственно, стоит достаточно дешево. И поэтому горнолыжные туры на зиму будут разбавлять предложения по экскурсионным турам от Панэнсан на зимний сезон. К тому же, кроме моря, в Италии есть еще и озера. Около Милана расположены три знаменитых итальянских озера – Комо, Маджоро и Гардо. Причем доехать туда туристы могут, как заказав специальный трансфер, забронировав гостиницу в отеле с проживанием на озере, так и просто однодневные экскурсии самостоятельно на поезде. Потому что от Милана практически до любой точки Италии очень удобно доехать на поезде в любое время самостоятельно. Ну, пусть ваши туристы, а вы им помогаете не забывать об этом, пусть туристы всегда помнят, что Италия – достаточно большая страна. Протяженность с севера на юг от Милана, например, до Неаполя путешествие займет значительное время, если вы, конечно, не перелетитель на самолете. Про самолеты. Напоминаю, что Милан – один из крупнейших городов Италии, самый густонаселенный. Максимальное количество человек, итальянцев проживает в Милане, да-да-да, густонаселенный. По плотности населения Милан превышает даже Рим. Так вот, здесь три аэропорта. Самый главный аэропорт – Мальпенса, куда прилетает наш самолет. Немного в противоположном, южном направлении от Милана есть еще аэропорт поменьше – Ленате. И третьим аэропортом Милана считается аэропорт Орио-Альсерио города Бергамо. По факту, если ваши туристы покупают билеты и хотят с пыковкой перелетать на отдых в другую страну, либо в какие-то дальние южные регионы Италии, всегда смотрите, откуда будет вылет стыковочного рейса. Если аэропорт Мальпенса, то максимум они перейдут из первого терминала во втором. А если перелет будет из другого аэропорта, например, Лената, то это будет дополнительный трансфер. Нужно закладывать время на переезд, ну и, соответственно, трансфер между аэропортами тоже будет за дополнительную плату. И возвращаемся к Италии. Помимо отдыха на море, на любом курорте всегда морской отдых можно совместить с культурно-историческими экскурсиями, изучением наследия, посетить знаменитые те самые города Чито-Телли-Арто. Все виды отдыха, и они сочетаются между собой. Побывав в Италии однажды, турист захочет вернуться туда снова и снова, потому что Италия большая. Север разительно отличается от юга. У каждого региона есть своя колоритная особенность. Например, нельзя сравнивать Лигурию, северный регион, с южным регионом, например, Неаполитанского залива, курорты Соренто, Амальфи, Позитана. У каждого региона есть своя изюминка. И вот подсадить ваших туристов на Италию есть наша главная задача. Скажем так, оптимальный вариант для туриста, который едет в Италию впервые, это отдых на море в Риме, где у нас есть собственный представитель, групповые трансферы, предлагаются групповые экскурсии, отдых. А теперь... Елена, сейчас слышно, да, Елена. Сейчас слышно. Да, извините, пожалуйста. Ну что, тогда продолжаем. Давайте. Продолжаем. Итак, отдыхая на море в Риме, легко можно посетить такие знаменитые города, как Рим, Венеция, тот же самый Милан, с однодневной экскурсией, которую предлагает наш ассистент на курорте. Шопинг является немаловажной частью любого путешествия. Так вот, в Италии с 6 июля начались массовые летние распродажи. Скажем так, они продлятся до конца августа, но по факту все самое интересное разберут уже в ближайшее время. Поэтому у ваших туристов еще остались с первой недели августа до 15 числа, когда 15 августа будет большой-большой праздник, середина итальянского лета, Феррагосто, Железный Август. Так вот, после 15 августа сами итальянцы все уезжают отдыхать домой. Елена, извиняюсь, у вас демонстрация экрана не включена. Так, демонстрация экрана. Прошу прощения. Как это произошло? Секунду. Видимо, все отключилось. Мне, может быть, нужно выйти и зайти? Извините, пожалуйста. Да, можете попробовать. Прошу прощения. Прошу прощения. Итак, все получилось? Презентацию видно? Да. Спасибо большое. Итак, скажем так, с техническими неполадками, но надеюсь, я смогла вас немного убедить, что Италия – это интересное направление, что туристам там, говоря простыми словами, будет хорошо. Есть, где отдохнуть на море в летний сезон, есть, что посмотреть с точки зрения экскурсионной программы. Более того, есть, где заняться шоппингом. Подробнее, какие такие места нужно лететь, какие отели выбирать, какие экскурсии посетить, мы посмотрим в ближайший час на нашем вебинаре. Итак, Италия – города искусств, удивительно именно многообразные. Сами итальянцы – люди потрясающие, они ориентированы на туристов, они стараются им всячески помогать. Конечно, они говорят по-итальянски, но большинство знает английский. И более того, итальянский язык такой, как я всегда шучу. Все знают итальянский, понимают итальянский, но не все об этом знают. Например, если туристам нужно купить билет в станцию по-итальянски, в стационе, билет – билетто, и все, практически очень много таких аналогий вы найдете на месте. То есть не надо бояться даже туристам без языка, они прекрасно смогут в городах пользоваться метро, более того, на поезде переехать из города в город самостоятельно на один день тоже у них получится. Если итальянцы увидят, что туристы их не понимают, в конце концов, многие даже могут взять за ручку и провести там к автобусной остановке и так далее. То есть с итальянцами бояться нечего, кроме одного исключения. Районы ЖД вокзалов, где большое количество, так скажем, не местных жителей – это зона повышенной опасности. Поэтому на отдыхе туристы все расслабляются. Если у них есть железнодорожные переезды, вот в районе ЖД вокзалов надо строго следить за своими вещами, но, впрочем, так и в любой другой стране мира. Итак, Италия – экскурсионные туры. У нас уже был на этой теме вебинар. Коротко напомню про ассортимент наших туров. Авиаперелет в Милан, авиакомпания «НЕОС». По расположению Милан, в принципе, значительно, так скажем, удален только от Рима и Неаполя. Венеция, Болония, Римминия, Генуя – все рядом. Главная жемчужина итальянского возрождения – город Флоренция. Всего два часа на скоростном поезде, и туристы из Милана могут доехать во Флоренцию. Поэтому наша полетная программа позволяет делать как короткие сити-туры, буквально на несколько дней, так и длительные комбинированные программы. Например, неделя экскурсионного тура по всей Италии, плюс неделя отдыха на море, две недели отдыха на море, любой каприз по желанию ваших туристов. Компоновка рейсов позволяет осуществлять любые запросы, но прежде всего обратите внимание на уже посчитанные в подборе туров варианты, потому что, как показывает опыт, посчитай 100 отелей – турист захочет 101. Посчитай 10 туров – турист захочет 11. Слышно? Все хорошо? Я уже волнуюсь. Я слышно. Итак, наши туры. Экскурсионные туры по Италии делятся прежде всего на максимальные по охвату Италия и другие страны, туры непосредственно по Италии, туры по городам искусств, и тематические туры для мини-групп по конкретным регионам. Мини-группа – если стандартная экскурсионка едет на большом автобусе до 40 человек, то мини-группа – это мини-вэн, максимум 8-16 человек, и под, в принципе, даже какая-то большая семья и компания могут заказать себе индивидуальный тур. Программа стандартного тура будет пересчитана, тариф будет, конечно, дороже, чем 40 человек, но, тем не менее, под запрос любую программу экскурсионного тура мы сможем сделать на вашу закрытую группу. Сити-туры. Когда туристы живут без переездов в одном отеле и точечно могут поезжать на экскурсии, однодневные в соседние города. И, значит, эти сити-туры у нас есть в Милан и есть в соседней Болонге. Индивидуальные туры не представлены на сайте, но по считанной отеле к ним добавляется трансфер и переезд. Индивидуальные туры по городам искусств Венеция или Флоренция или Рим, например, с понедельника по пятницу, можно устроить себе вот такую поездку вашим туристам достаточно легко. Несмотря на то, что этот тур не рассчитан на сайте, берется стоимость авиаперелета, индивидуальное проживание в отеле, туристам добавляется трансфер или железнодорожный переезд. По турам, которые рассчитаны на нашем сайте, предлагается. Берем центральный блок – Италия и другие страны. Прежде всего, красным выделены наши хиты. Это демократичные по стоимости, с максимальным охватом стран, с большим маршрутом, с большим количеством переездов, со сменой отелей, но для максимально любознательных туристов, которые хотят за один раз увидеть все и сразу. Итак, прежде всего, это хит-продаж. Гранд-тур по Европе, включающий посещение по маршруту стран Италия, Франция, Бельгия, Голландия и Германия. Группа закрытая. Туристы могут прилетать разными рейсами, но большинство туристов будет, конечно, наших фан-эн-сан из аэропорта Милана. И по маршруту в одном экскурсионном автобусе вся группа, все вместе, весь период тура передвигается. С ними и сопровождающие, два водителя. Ассистент русскоговорящий, прогулки с ассистентом в стоимость фэшфейк, включена часть экскурсии. Часть экскурсии предлагается дополнительно. Лицензированные гиды встречают группу в городах. Важный плюс. В этом туре ассистент всегда с вами. Проблемы какие-то в отеле, проблемы с заужином, проблемы во время прогулки, ассистент рядом, ему всегда можно позвонить. Она будет вами заниматься, вам помогать. Точно какая же схема по туру. Другой наш хит. Италия плюс Швейцария, которая с прилетом Милана охватывает север Италии. Есть возможность за доплату посетить озеро Кома с экскурсией. И из других стран это Швейцария и независимое фактически княжество Лихтенштейн. Италия и Швейцария представлены в двух вариантах. Мы чуть попозже на отдельном слайде обратим внимание на этот тур подробнее. Италия плюс Франция. Вот красным надо было выделить здесь же в маршруте. Включает в себя посещение Ницца и Монте-Карло. Только два заезда. 12 августа, ну, соответственно, в субботу и в понедельник 14. И второй заезд 19 сентября и 21 в понедельник. То есть фактически август и сентябрь. Высокий сезон и бархатный сезон. Уникальная возможность увидеть знаменитую французскую ривьеру в высоком сезоне, заплатив стоимость автобусного тура. Да, туристы не будут там проживать все время, но тем не менее, прилетев в Милан, они проедут из Италии во Францию, по знаковым местам посетят Париж, увидят замки Луары, заедут на знаменитую фишнебельную французскую ривьеру и через Женеву попадут обратно в Милан. Обратите внимание на этот тур. На 12 августа еще есть места. Вполне можно успеть сделать визу и воспользоваться этой возможностью увидеть французскую ривьеру в самый сезон по демократичным ценам автобусного тура. От автобусных туров, где полностью закрытая группа автобус и ассистент по всему маршруту, мы переходим к другому виду экскурсионных туров, в том числе Италия и другие страны, где группы компонуются по большей части на месте. То есть туристы прилетают в Милан, их встречает водитель, привозят в отель, у них в программе тура указан телефон ассистента, ассистент оказывает им поддержку информационную, по всем вопросам нужно обращаться к этому ассистенту, но по факту туристы здесь более самостоятельны. Переезжают они сами на поезде, у них есть ЖД-билеты, у них есть трансферы по программе, у них есть подробная программа туры, экскурсии в определенное время. Вот наш ассистент из Римени звонит как раз, прошу прощения. В определенное время туристы приходят в назначенное место, где встречаются с другими туристами и гидом. Им всем проводится экскурсия. То есть такой закрытой группы, которую сопровождает ассистент, по экскурсионным турам с переездом на поезде нет. Туристы более самостоятельные. Это туры Ле Багем, Багема, Милан, Франция, Милан, Венеция, Париж, Милан, Рим, Париж. То есть напоминаю, по этим турам в аэропорту Милана не будет встречать отдельный большой автобус по каждому туру и ассистент, чтобы ехать уже по маршруту. Все эти туры будет встречать водитель, который отвезет туристов в аэропорт Милана. Далее на связь выходит ассистент и рассказывает туристам, где они встречаются на первую экскурсию по программе и дальнейшие действия. Фактически туристы более-менее индивидуальны. Кто-то любит свободу, кто-то любит закрытые группы. Кто хочет закрытую группу, у вас один вариант. Это Италия и другие страны, автобусные туры. Туры на поездах, туристы уже самостоятельные. Итак, кто хочет добавить Испанию в эти маршруты? У нас есть туры Италия, Франция, Испания. Обратный вылет уже, конечно, будет обратно из Барселоны. Хочу отметить, что в июле действуют спецпредложения на туры Лебогена. Милан-Париж, Милан-Венеция-Париж, Милан-Рим-Париж. Переезд из Милана в Париж для одного из туристов, путешествующих, будет бесплатно. Вообще, это стоимость билета 140 евро, так что это такая приятная скидка для высокого сезона в июле, и она посчитана уже на нашем сайте. Поэтому в августе будет дороже. Успейте съездить в июле, хотя осталось, конечно, совсем немного времени в июле. Если вернуться к экскурсионным турам по всей Италии, исключая другие страны, то классическая Италия, включающая золотой треугольник, Рим, Флоренция и Венеция. Соответственно, Милан, потому что мы туда прилетаем. Это Италия-Классика. Вот Италия-Классика – это экскурсионный тур по всей стране, закрытая автобусная группа. Группа полностью формируется в Риме. Наши туристы прилетают в Милан, их встречает водитель, привозят в отель. После этого у них идет переезд в Рим, и там уже на большом автобусе с ассистентом во время всего тура они путешествуют с закрытой группой. После этого их отвозят уже обратно в Милан, также индивидуально. Тур второй – «Жемчужина Италии». В принципе, маршрут тот же, включая золотой треугольник городов Венеции, Флоренции, Рим. Но переезды уже на поезде. Туристы более самостоятельные. У них есть телефон ассистента, который ведет их по туру, осуществляет информационную поддержку. Но непосредственно с ними, по маршруту, он не ездит. И так, как я уже говорила, в городах в определенное время в назначенном месте туристы встречаются с остальными туристами на групповую экскурсию, обозначенную в программе, приходит гид. И после экскурсии туристы опять-таки по своему маршруту в свой отель самостоятельно могут отдыхать. То есть Италия – классик. Автобусный тур с закрытой группой. «Жемчужина Италии». Тур с переездом на поезде для более самостоятельных туристов. И очень популярный блок «Italian Sites», включающий вариации проживания в двух или трех основных самых популярных городах искусств – Читтадель Арте итальянских. Комбинации, какие захотят ваши туристы. Милан-Венеция, север Италии, Милан-Флоренция, Милан-Рим, либо три города сразу. Милан-Венеция-Рим, Милан-Флоренция-Рим или Милан-Флоренция-Венеция. Честно говоря, я даже не знаю, как лучше. Посмотреть за один тур всю Италию достаточно сложно. Но если турист не часто путешествует и вот давно хотела увидеть Италию, конечно, хочется увидеть все и сразу. Я бы... Вот для себя я бы, конечно, посмотрела хорошо несколько городов, вот два-три максимум, потому что остальное уже, мне кажется, будет перебор. Но вспоминая, что гранд-тур по Европе, включающий пять стран, наш хит-продаж, все на выбор ваших клиентов. От максимально насыщенных до облегченных туров. Все это вы можете найти на сайте с различными вариациями. И супер важно, если... Пожалуйста, говорите с вашими туристами. Если у них в документах в программе тура указан телефон ассистента по туру, то этот ассистент их главный друг и помощник. Очень часто говорят, ну вот так вот на практике получается, что туристы звонят на горячую линию, долго выдавали багаж, они не могут найти, кто их встречает в аэропорту. Всегда, даже если вы стоите, ваши туристы стоят в очереди там на паспортном контроле, ожидают багаж, возьмите программу, посмотрите телефон своего ассистента, добавьте его в WhatsApp, напишите, что мы задерживаемся, у нас там выдача багажа и так далее. Поверьте мне, ассистент сохранит ваш телефон и всячески будет вам даже дистанционно помогать. Горячая линия сделает то же самое, но несколько медленнее. Поэтому у туристов есть все исходные данные, чтобы найти свой трансфер, предупредить о сложившихся у них проблемах. Не забывайте показывать телефон ассистента. Вот это моя ключевая мысль. Телефон ассистента в Римине, телефон ассистента по экскурсионному туру и телефон также нашего представителя в Милане. Милан и Римине встречают непосредственно наши ассистенты в аэропорту Милана по прилету, автобусные туры, гранд-тур по Европе, Италия и Швейцария, Италия и Франция, а также Италия и Квасика встречают также ассистента по туру. А все экскурсионные туры, базирующиеся на переездах на поездах, где туристы более самостоятельны, здесь в основном в Милане встречает водитель, телефон ассистента написан в программе, ассистент всегда на связи. Итак, тот самый тур Италия и Франция 12 августа плюс заезд в понедельник 14 августа, ой, извините, неправильную дату в тот раз сказала, 16 сентября и понедельник 18 сентября целых 14 дней и 13 ночей. Милан, дополнительное озеро Маджоры, Болония, Венеция за доплату, все, что в маршруте в скобочках, это как экскурсия за доплату, все, что без скобок уже включено в своем из проживания. Итак, та самая фешенебельная французская ривьера Ницца Монте-Карло, самый сезон в августе, либо бархатный сезон в сентябре, все это по цене экскурсионного автобусного тура. Возможность уникальная, делается только два заезда в году специально на высокий сезон, чтобы увидеть всю вот красоту этого гламура французской ривьеры в высоком сезоне. Посмотрите подробнее программу на сайте, сцены, и прошу вас, предлагайте вашим туристам, потому что тур действительно уникальный, очень интересный, впечатлений, фотографий будет на долгое время, конечно, в багаж заполнен. Самый тур Италия плюс Швейцария. Мне кажется, вы не видите название тура в демонстрации. Италия плюс Швейцария. Заезды как по суту, так и по понедельник. Становится тур еженедельным. Перелет Милан-Милан. Минимальное количество экскурсий с русскоговорящим видом в Милане и Цирихе, посещение Турина и Берна с русскоговорящим ассистентом Лихтенштейн уже включено в стоимость тура. За доплату можно приобрести экскурсии на целый день озера Маджора и Верона, а также Люцерна и знаменитый эллинский водопад. А, Люци, прошу прощения. А для тех, кто не любит, как я, постоянно разбирать и собирать чемоданы переезжать, есть вариант увидеть красоты Италии, те самые города искусств, позируясь, остановившись в одном отеле летом на море на курорте Риммини и разнообразив свой отдых заранее или уже на месте, приобретая экскурсии однодневно по городам искусств. Вот та самая схема. Проживая в Риммини, можно съездить на экскурсию в Венецию, прямо из отеля туристов забирают, прямо в отель привозят обратно. Наш ассистент Оксана Беляк, старший представитель фанэнсан на курортах Риммини, сама едет с группой, сопровождает, она лицензированный гид, по всему маршруту она с туристами, в Венеции она покажет, и что дополнительно посмотреть, расскажет в свободное время, покажет, где можно недорого пообедать, а в Венеции это важно, потому что Венеция один из самых дорогих городов мира. Помимо Венеции добавляются экскурсии во Флоренцо, и даже можно посмотреть Рим, поезда, по сложной экскурсии, выезд очень рано утром, там буквально в 5 утра, возврат очень поздний, если у туристов заказаны ужины в отеле, то им оставят в номере так называемый холодный ужин. Туристы ничего не потеряют, и отдыхая в Риме, не увидят Рим, не переезжая туда, ну как бы по всей Италии, не колеса на автобусе, не собирая чемоданы, на мой взгляд это очень удобный вариант отдыха, тем более сейчас лето, я с настроения поехал на экскурсии, нет настроения остался отдыхать в Риме, а коротко Риме, Риме это нестандартный морской курорт, в Риме есть прекрасный исторический центр, и поэтому всем нашим туристам фан-эн-сан, кто прилетает в Риме, по средам в 6 часов вечера сбор в историческом центре, и наш старший представитель на курорте Оксана Беляк проводит пешеходную экскурсию по историческому центру Риме, рассказывает его историю про времена Юлия Цезаря, про Федерико Феллини, который вырос в Риме, и очень много всего другого интересного, и пройдя через весь исторический центр, туристы сориентируются, гид все покажет, расскажет, и помимо истории будет знать очень такое много секретных мест, куда в Риме не стоит обязательно зайти, где самый вкусный Апероль, где, так скажем, музей Федерико Феллини с бывшим подпольным знаменитым кинотеатром Фульгар, где он смотрел свои первые фильмы, почему у улиц в центре Риме два названия, потому что каждая улица в центре Риме называется своим собственным именем, а также одним из фильмов Федерико Феллини, они настолько любят этого звездного режиссера, что даже назвали все улицы центра, дали второе название имени его Фитмов. Поверьте мне, Риме не стоит того, чтобы узнать его историю. Люди очень часто ходят вдоль моря по променаду и никогда не пройдут чуть-чуть вглубь курорта, чтобы попасть в исторический центр. Наш ассистент как раз делает это вместе с вашими туристами. А у нас Милан. Итак, распродажа в Милане, круглогодичный шопинг, динамичный, современный, крупный, большой город Милан. Поэтому скажу от себя, метро в Милане работает идеально, станции метро очень много. Ходят они до 0,30. Поэтому не столь важно, где будет расположен ваш отель. Вы всегда сможете добраться, даже если это будет общественный транспорт. Метро в Милане достаточно комфортное, очень просто в нем разобраться. Поэтому, оставаясь на отдых в Милане, обращать внимание на отель важно, но принципиально требовать нет, я хочу жить в центре, я не хочу, чтобы все можно было обойти пешком, но дешево. Такого не будет. Есть много вариантов. Мы не предлагаем много отелей три звезды, у нас есть только один отель Астория, три звезды в ассортименте. Все наши отели современные комфортные четверки, многие сетевые, четыре звезды, но среди них есть экономичные отели, которые расположены не в самом центре. Вот у нас сейчас на слайде это самый-самый центр Милана, так называемый, в принципе, эту пешеходную всю зону можно пройти пешком. Итак, сердце города пьяца дома, домский миланский кафедральный собор, самая знаменитая пламенеющая готика, огромный, красивый, потрясающий, и у него есть две изюминки. Первое, раньше можно было войти вовнутрь, даже есть специальный аудиогид внутри по Миланскому собору, там очень много статуй, и вот аудиогид по Миланскому собору вам расскажут про каждую статую, у них у всех свои интересные истории, в принципе, это уже час времени как минимум, но уже последние два года вход в Миланский собор стал платным, бесплатно можно пройти только в определенные часы на Мессу достопочтенным католикам, поэтому лучше обойти вот здесь вот сбоку кассы справа, купить входной билет и погулять по Домскому собору, это первая интересная вещь, а вторая можно погулять не только внутри, но и наверху по крыше, по крыше, по крыше Домского собора есть лифт, есть лестница, есть несколько переходов, там большая фотосессия и виды будут потрясающие, магазины, тот самый шоппинг, ради которого многие специальные едут в Милан, говорят, не надо нам вашей экскурсии, везите нас в Аутлеты, так вот, про Аутлеты мы поговорим на следующем слайде чуть подробно, я вам сейчас покажу тот самый знаменитый квадрат моды, от дома, вот, если мы двигаемся немного, немного, вообще пешком это будет очень-очень быстро, немного севернее, вот мы попадаем на тот знаменитый квадрат моды, где идут знаменитые улицы Монте Наполеоне, Виа-Сан-Спирито, Виа-Делла-Спага, Виа-Сан-Т-Андреа, Вилла-Джезу, вот тот самый квадрат моды, где расположены самые дорогие бутики, самое известное место в Милане, скажем так, место совсем не бюджетное даже в период распродаж, а бюджетный аутлет есть так, за городом, о них мы поговорим попозже, так и здесь же, прямо в самом Милане, в принципе, рядом с забором дома, а в интернете легко найти эту информацию, плюс мы добавим ее на наш сайт, прямо за дома расположен аутлет хайлайтер, вот этот хайлайт аутлет, огромный, 2000 метров, место специфическое, его сразу видно, честно говоря, вещи там не массовые, а известных брендов, то, что остается после каких-то там показов, поэтому там очень много размеров нестандартных, на очень, так сказать, высоких и худых, но тем не менее, если что-то такое эксклюзивное, найти прямо в центре Милана, недорого, можно зайти в этот аутлет, а чуть подальше будет еще один аутлет диффузионный, который специализируется в основном на Максмаре, есть еще целая сеть из пяти аутлетов, четыре магазинчика, из которых находятся в центре Милана, вот, но у них такое сложное большое итальянское название, поэтому я сделаю такой файл и вближаюсь за выходные, в ближайшее время в туры в Милан мы повесим список аутлетов с адресами непосредственно в Милане, поскольку, к сожалению, туристы в Милане не бронируют никакие дополнительные сервисы, не бронируют дополнительные экскурсии, не бронируют поездки в аутлет, везде ездят сами, очень самостоятельные, вот, поэтому на всякий случай, информации, конечно, много в интернете, куда им сходить, съездить, но на всякий случай адреса аутлетов в самом Милане мы повесим на сайте. Итак, еще знаковые места, что можно посмотреть в центре Милана? Собор дома, от него мы двигаемся, 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 немножечко пешком и попадаем в старинному замку герцогов миланских форца, форца, форцеско. Очень красивая крепость, такие зубчатые стены, многие говорят, что похоже на московский кремль, который тоже строили итальянцы. Так вот, отсюда начинается наша обзорная экскурсия по Милану для тех туристов, которые отдыхают в Риме. в день обратного вылета в 17.30-17.50 обратный вылет из аэропорта Мальпензе. Так вот, ранний выезд в 5 утра, да, это не всем нравится, вставать так рано, но тем не менее, ради Милана один день, последний день отдыха можно и потерпеть. Итак, Риме, курорты выезжают в 5 утра, приезжают уже рано утром в Милан, останавливается автобус вместе с вещами около Костелла Сфорца, и отсюда начинается экскурсия, групповая экскурсия по Милану. Поэтому, несмотря на то, что туристы отдыхают на море времени, Милан они увидят во всей красе с русскоговорящим гидом с утра до вылета. А самостоятельным туристам от Костелла Сфорца можно пройти чуть глубже, и они попадают в замечательное место парк Симпионы. И от парка Симпионы такая зеленая красивая зона, просто зона отдыха, здесь есть триумфальная арка. Интересна она особенно молодежи тем, что здесь начинается форс Симпионы, проспект Симпионы. Это улица, лучшая, самая модная улица баров и аперитиков. Вечером, так скажем, аперитив в Милане это классика. вы покупаете напиток, а вам приносит неограниченное, либо вы сами подходите к шмидскому столу, за неограниченным столичным закусом. Поэтому перекусить до ужина, купив какой-нибудь опироли, другой местный напиток, можно прекрасно на Корсо Симпионы в одном из баров аперитив баров. Что еще у нас здесь в Милане такое мастхэв для туристов. Что здесь есть? Небоскреб Пирелли. А, еще, рядом с парком Симпионы есть новый супермодный квартал Боско Вертикали. Боско лес Вертикали, я говорю, что все понимают итальянский, так это вертикальный лес. Это оригинальные небоскребы, 60, там 80, 100 метров, которые все ландшафтным дизайном обработаны, что кажется, что ты действительно попадаешь в вертикальный лес. В центре Милана вообще очень много зданий, где наверху на крышах растут деревья. Там у них нет зелени, у них есть один большой парк, дальше в центре все пусто, но вот у них очень много деревьев именно на крышах, об экологии они заботятся. Более того, у них есть даже один эко-отель, который мы также предлагаем в нашем ассортименте. Он так и называется стар-отель эко. Для еще, для модников, кто любит шоппинг, вот после Корса Венеция, вот у нас севернее будет станционный центральный, железнодорожный вокзал, и к нему ведет еще один проспект, Корса Буэнос-Айрес. Вот на этом Корсе Буэнос-Айрес, что справа, что слева, большое количество магазинов, это такой центр шоппинга, не прет-а-порте, нигде у нас вещи с показа и люксовые бренды, это такие сетевые, прям хорошие магазины типа Зары. Молодежи лучше походить по Виа-Торино, там все модные молодежные итальянские марки, ультрасовременные молодежные тенденции, то есть без классики, вот Виа-Торино это такая зона тинейджеров для покупок. Итак, это опять был цифр Милана, а вот мы смотрим на районы Милана, как они выглядят уже еще с не пригородами, а вот еще сам-сам-сам Милан. Вот хочу обратить ваше внимание, вот аэропорт Мальпенса 40 километров от Милана в одну сторону, а второй аэропорт Лената в 7, но совершенно в другую сторону, поэтому трансфер из Мальпенса до Лената будет не 47 километров через центр города, а по Тангенциале по Кольцевой Милана, поэтому трансфер будет значительно будет стоить раза в два дороже, чем просто трансфер до Мальпенса, поэтому внимательно, пожалуйста, смотрите, если у ваших туристов есть внутренний перелет, чтобы у них этот перелет был либо из одного аэропорта, либо, если это другой аэропорт, Лената или Бергамо, не забывайте закладывать стоимость индивидуальный трансфер между аэропортами, а мы возвращаемся к районам, итак, самый центр-центр, Донский собор, театр Ла Скала и Костелло Сфорца, дальше, и тут ближайшие пригороды, железнодорожная станция, в Милане вообще три вокзала, но вот такой прям железнодорожный, это Милана Чентрали, остальные более пригородные вокзалы, вот, от Милана Чентрали дойти где-то около пяти километров до дома, то есть вот эта вся дорога займет максимум пять километров и как раз будет идти через Корсо-Буэнос-Айрес, ту самую знаменитую улицу с магазинами. Если туристы приезжают на выставки, также стоит обратить внимание на какой именно выставочной зоне будет проходить их выставка, потому что в Милане есть центральная зона выставочная, Ла-Фьера выставка, поэтому у них вот это называется зона Фьера. Это в городе метро Домодосло, то есть в принципе все рядом, либо это новая Фьера-Милана, там тоже есть метро, оно так и называется Фьера-Милана, но туда уже значительно дальше, плюс если выставки, а все крупнейшие знаковые выставки проходят на новой выставочной зоне, здесь есть свои отели, сетевые, очень высокого уровня, поэтому здесь люди, кто едет на выставки, им важно знать, что им лучше, жить вообще, чтобы пешком ходить на выставку, а вечером ездить, отдыхать в центр Милана, либо жить в центре и каждый день на выставку добираться с большим количеством других людей на метро, либо стоять в пробках на такси, поэтому вот для тех, кто едет на выставку в новой феерре Милана лучше брать отели не в центре, а непосредственно в зоне выставочной, в новой выставочной зоне. Итак, вот еще есть Порте-Романо район и Лорентеджо. Кто продавал Милан, знает, что у нас есть отель с названием Порте-Романо и отель с названием Лорентеджо. Я хотела, что вы уже знаете, где находятся отели в самом названии, говорит само за себя. Вот та самая карта метро. Центральная площадь дома, веток всего четыре, так, у нас здесь три, у них еще есть, на самом деле, у них есть еще ветка, она такая светло-фиолетовая, она новая, она полностью автоматическая, то есть там нет машинистов в поездах, поезд курсирует сам в одну сторону, несколько станций и обратно. Ну, вот три самых главных ветки, при этом красный, обратите внимание, раздваивается. Добраться можно куда угодно, троп курсирует хорошо, стоимость билетика на разовую поездку полтора евро, после того, как вы пробили, закомпостировали этот билетик в автомате, он действует 90 минут на любое количество пересадок, либо за 4 евро покупается дневной лет на неограниченное количество поездок. Также можно купить билетик на метро на весь период поездки, это будет стоить дороже, но вот как бы с метро проблем нет, общественный транспорт работает хорошо. Итак, знаковые места в Милане, что же посмотреть, кафедральный собор дома, обязательно рекомендую и вовнутрь, и на крышу, сэкономить 15 евро за входной билет и не увидеть Милан и Милан и Омский собор внутри, и Милан с крыши собора дома, это преступление против человечества, поэтому Миланский собор не просто походить вокруг, зайти вовнутрь и подняться на крышу, поверьте мне, это того стоит. Напротив собора расположена, вот такой вот на центральной площади расположена галерея Виктора Эммануила, Виктория Эммануила, кто-то такой на всякий случай. Италия объединилась как государство достаточно недавно, так вот Виктор Эммануил, это был тот самый король, который первый объединил всю Италию, они его очень любят, попьются дома, стоят его статуя, свою знаменитую галерею с бутиками, галерея Виктора Эммануила, они тоже назвали в честь него. Обратите внимание на верхний ярус, дальше мы будем говорить про отели Милана, и самый внимательный слушатель мне скажет потом название отеля, которое расположено здесь, внутри галереи Виктор Эммануила. Галерея крытая, свет солнечный проходит, никакие осадки, атмосферные явления не проходят, поэтому здесь всегда сухо, тепло, красиво, все знаковые бутики, и как ни странно, сюда прорвался еще большой двухэтажный Макдональдс и Старбакс, поэтому бутики граничат самыми демократичными фастфудами мира, такое возможно, мне кажется, только в Милане такая толерантность в стиль и то, что действует сегодня, то, что популярно молодежи и популярно во всем мире. Театр-музей Ласкало. Если турист неподготовленный пройдет мимо здания театра Ласкало, он его не заметит, потому что каким-то чудом итальянцы сделали столь непрезентабельный и невнушительный внешний вид театра своего лучшего театра, одного театра с одной из лучших акустик в мире. Так вот, и зайдя вовнутрь, этого особняка, вы попадаете уже действительно в классическую такую театральную роскошь, где и золото, и красный парк, все как надо в лучших традициях классического оперного искусства. Так вот, для оценителей музыки обязательно нужно посетить Ласкало, билеты можно бронировать заранее на сайте, потому что, когда вы приедете, наш гид уже не успеет вам приобрести, честно говоря, какие-то хорошие места либо по хорошим ценам. Это будет уже слишком поздно. На сайте свободной продажи билета и хочу сказать еще такой лайфхак. Обычно по выходным днем есть такие выступления филармонии, то есть это не представление, это просто музыка, филармонический концерт, не игра. Музыканты выступают в том числе ученики всяких художественных академий, ученики консерваторий, на них достаточно цены раз в три дешевле, чем на оперные спектакли. Те, кто не попадает на спектакль, если это слишком дорого либо нет желания, рекомендую купить билет и сходить днем в музей театра Ласкало, можно увидеть замечательно этот зал, походить непосредственно по фойе театра, а покупая дешевый билет на галерку, вот честно скажу, я была, я попала только один раз, я попала на галерку, я была радостная, сейчас я посмотрю все знаменитые интерьеры, а нельзя, те, кто сидит на галерке, не должна публика, не должна встречаться с публикой, которая сидит на дорогих местах в портере, у нас были разные зоны в фойе, разные лестницы, даже разные входы, поэтому рекомендую приходить в музей, тогда можно будет посмотреть и Кишинебель на знаменитую зону, и выставку, касающуюся знаменитых людей, которые выступали в этом театре, если вдруг ваши туристы большие знатоки живописи и захотят увидеть знаменитую тайную вечерю Леонардо да Винчи, хочу вам сказать, что ее можно забронировать посещение церкви Санта Мария де Ле Грация, она тоже расположена в центре, недалеко от дома, но делается это заранее. Обращайтесь, сделаем за дополнительную плату, и если будут свободные места, потому что фреска Леонардо да Винчи знаковое место паломничества ценителей живописи со всего мира, это стена трапезной, она вот была украшена Леонардо да Винчи, небольшая, но, конечно, зрелище незабываемое. Ну, и знаменитые бутики Милана, улица Монте Наполеона, квадрат моды. Аутлеты вне Милана, самый главный большой аутлет это Серовали, более 151 целый городок, ехать более часа, где-то 100-120 километров до Серовали, от железнодорожного вокзала ходят шаттлы, у нас рассчитан тур, обзорные экскурсии по Телану и с поездкой в аутлет Серовали. Туристы ваши предпочитают бронировать просто отель в Милане и ездят сами. Окей, не вопрос, хотят ездить сами, пусть ездят сами. На всякий случай, в Серовали легко доехать на шаттле от центрального вокзала. В Серовали распродажи круглый год. Бренды от простых итальянских так и до знаменитых сверхозвестных вот-вот на слайде, пожалуйста, Dolce Cabana, Mont Blanc и так далее, Versace здесь же. Есть все, на любой вкус и кошелек. Скажем так, скидка аутлета максимальная от магазина 70%, минимальная 45%. Выгодно в любом случае. И если в экономичном ценовом сегменте разница не так заметна, то для брендов лакшери, конечно, обязательно нужно будет ехать в аутлет в Сероварле. Что еще делать в Милане? Коротко, Милан столица ночной жизни. Здесь большое количество клубов, баров, есть прям очень хитрые такие бары, бары в старой церкви, где напитки подаются на кресте и так далее. В общем, на любой вообще вкус можно найти себе развлечение. А мы рекомендуем проверенную классику клуб Джаст Кавалли рядом в красивом парке. Скажем так, в клубы у них билеты покупают. Иногда билеты покупают даже заранее. Поэтому по клубам, по барам, если у ваших туристов будет такое прям желание все это посетить, помимо интернета, пожалуйста, консультируйтесь у нашего ассистента на всякий случай, чтобы не попасть. Очень часто бывают какие-то тематические вечеринки, вот надо всегда проверять, чтобы не попасть на какую-нибудь такую специальную вечеринку, потому что в Милане чего только не бывает. А термы, казалось бы, город, шоппинг, можно и расслабиться, и целый день потратить на отдых термальный, в термальном комплексе самого Милана. И как, поскольку ужинов в отелях, в турах Милана нет, предлагаем один раз совершить экскурсию вместе с ужином в таком вот стилизованном тематическом трамвайчике. Атмосфера старинный трамвайчик, он курсирует по центру Милана, и у вас будет и ужин, и экскурсия по городу. Я смотрю, у нас осталось очень мало времени, поэтому коротко. Я хоть и говорила, что неважно, где расположен отель, где вы будете жить. Туристам, конечно, важно, у них это было целое событие наполнено впечатлениями атмосферы самого отеля. Давайте коротко обратим внимание на расположение отелей и как они видят. Итак, слева у нас столбец с пятерками Милана из ассортимента Fun and Sun. Здесь я пошла на хитрость, я не стала вставлять никакие фотографии, я сделала гиперссылку, и, в принципе, мне кажется, это можно тоже разместить на нашем сайте, вы всегда сможете найти всю информацию. Итак, Armani Милана отель, расположенный в самом-самом центре Милана, на квадрате моды. Для меня слишком в темных тонах, слишком современный стиль, но, тем не менее, Armani отель это такой хедлайнер современного миланского стиля, гостеприимства. Вот вы видите, идет видео, это сьют двухэтажный Armani, здесь на неделе моды, просто битва за этот сьют, здесь проводят частные показы и так далее. В отеле легко можно встретить знаменитых людей, прям вот, прям совсем публичных личностей со всего мира. из важных моментов. В отеле практически нет балконов, только в номерах сьютов, поэтому здесь не курят нигде, кроме специально отведенной Ария Фуматори, зоны для курения около бара. Есть все, есть велнес-центр, есть тренажерный зал с видом на город, сам отель сделан в форме буквы А, Армани, шикарный набор внутри номера Welcome Kit для каждого туриста, завтраки богатейшие, поспорить, даже, честно говоря, выбор морепродуктов может поспорить с морским отелем 5 звезд, то есть отель с интерьерами на любителя, но без изъяна. Дорого, красиво, модно, пафосно. Балгари находится чуть-чуть дальше в квадрате моды, но вот в районе квадрата моды. Здесь идет немножко другой уже стиль, здесь есть своя изюминка. В отличие от Армани, который расположен прямо на Виа-Монзоне в квадрате моды, здесь у Балгари, у них есть свой небольшой зеленый внутренний дворик. И вот если посмотреть этот вот-вот-вот этот внутренний дворик, что для центра Милана является просто изюминкой. В ценовой категории Балгари и Армании идут практически на одинаковом уровне. Если кому-то нужно жить прямо на площади дома, парк отель Хаят Милан, без вопросов, рядом между дома и галереей Виктора Эммануила, парк Хаят Милан. Здесь у нас видео нет, но тем не менее, внешние виды представить. Здесь уже преобладают светлые тона, классический итальянский стиль. есть номера с террасами, но это, как вы видите, сьюты. Еще один отель, тот самый, помните, я показывала галерею Виктора Эммануила, так вот, отель, который расположен внутри, галерея Вик. Жить непосредственно в центре Милана, внутри галереи Виктора Эммануила, это уже особенность. Особенность, кому-то может она понравится, кому-то нет. Изначально отель вообще был с другим названием и объявил себя как семь звезд. А теперь это галерея Вик Милан, пять звезд. Самое, пожалуй, такое модное знаковое место, но не забывайте, вы живете внутри, в галереи под крышей, и у вас внизу всегда будут ходить люди. Зато это в самом сердце Милана. Дальше еще у нас есть два отеля по более демократичным ценам. Итак, Милан Эльдюка, чуть-чуть севернее квадрата моды, классический большой отель, здесь практически всегда есть места. Милан, это такая итальянская классика. Милан Эльдюка относится к цепочке Мелия Хотелс, интерьеры спокойные, современные, в каждой пятерке есть спа-центр, бассейн, рестораны, бары, и Вью-Милан пять звезд парка Симпиона, вот форса Симпиона, где зона для аперитива, метро Монавиталя, здесь находится этот отель и скажем так, этот отель для тех, кто не боится ездить, но предпочитает жить в комфортных условиях за разумные деньги, все современное, все отель небольшой, есть места, красивые номера, только немножечко придется поездить, потому что не самый так что всячески его рекомендую. Тоже самая подборка у нас идет про четыре звезды, ну скажем так, здесь мы пойдем по убыванию, у нас есть четыре звезды, Best Western Milano Concord, демократичные цены, хит продаж, наш скажем так, прямой контракт, у нас там большой лот, по галереям после пятерок выглядит, конечно, проще, но это Милан, это Италия, они пытаются найти какую-то тоже свою изюминку, все по-итальянски стильно, уже, конечно, проще, конечно, это не пять звезд, но по демократичным ценам четверка Best Western Hotel Antares, рядом есть метро, идет севернее вокзала Milano Centrale, метро Turro по прямой ветке, проблем никаких нет, в районе самого Milano Centrale есть такая целая серия отелей, первый это Grand Hotel Best Western цепочка Madison, Madison уже поближе к центру, чем Best Western Antares, но и подороже. Маленький такой неприятный момент, у него сейчас реставрируют фасад, поэтому вот две недели назад нам туристы прислали фото, что отель в лесах, ну буквально через несколько недель фасад отреставрируют и Мэдисона будет еще и фасад с иголочки, поэтому на конец августа сентябрь Best Western Medicine обновленный отель в центре Милана около Милана Чентрали без проблем. Life отель Полициана вот метро Домодосло как раз эта ветка, где ходят автоматические поезда, это район Корса Симпиона, район модных аперитивов и вертикального леса. City отель Полициана посмотрите, вот несколько презентаций, что у нас есть отеля, вот номера большие, современные, все хорошо, ездит на метро, метро Домодосло, там и центральная выставка для выставок, которые проходят не на новые выставки, а в центре Милана, City Life отель Полициана также можно смело рекомендовать. Пожалуй, мой любимый старый отель Эко, он просто через дорогу от площади Миланского вокзала, Эко это что, как у нас, Ecological Contemporary Hotel, суперстильные интерьеры, все зеленое, внутренний дворик, изюминка, более того, у него там biological меню, есть собственный садик, где они что-то там выращивают травки для своих коктейлей, салатов и так далее. Эко отель Милан, удобное расположение, стильные интерьеры, обратите на него внимание. Вживую он мне очень понравился. То есть мы сейчас идем по возрастающей, от минимальной стоимости к больше и больше, и приближаемся к центру города, старый отель Риц, непосредственно на Корсо-Буэнос-Айрес. Корсо-Буэнос-Айрес центральная улица города. Центральная улица, так-так-так, у меня ссылка сработала не та, Риц, 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 старый отель Риц у меня открыл, ссылка, прошу прощения. Так, старый отель Риц, старый отель Риц, все правильно, извините. Старый отель Риц, классический миланский стиль, шик, где сочетается несочетаемое, все современное, и еще и на Корсо-Буэнос-Айрес район центральный шоппинг. Большие просторные номера, четверка, дорогая, но она того стоит. Старый отель Роза-Грант. Вот, пожалуй, не знаю, мой любимый отель из такой старой доброй классики. Находится дома за Миланским собором. Сейчас будет небольшое видео, и будет сразу понятно, где находится этот отель. Итак, галерея Виктора Эммануила, вот мы видим старый отель Роза, а вот, 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 вот был кусочек Миланского собора, то есть прямо за собором дома, самый центр, большой, современный, с изюминками. Всячески рекомендую для тех, кто хочет хорошую четверку непосредственно в центре. И обратите внимание, все в светлых интерьерах. То есть большинство пятерок ультрамодных, они все-таки темноваты, на мой взгляд. А вот старый отель Роза Грант, я поэтому его называю старая добрая классика. Светлые приятные интерьеры. Итак, предварительно хотела сказать, мы видим приставки старый отель, цепочка старой отелей, и у нас есть много отелей IH, IH Hotels. Это другая, это прям непосредственно итальянская цепочка. Так вот, за Миланским собором дома еще один отель находится, Ambushatore Milan. Ambushatore Milan, хорошая четверка. Здесь я хотела вам показать такую одну фишку отеля по поводу номеров. Всегда не рекомендуется брать дорогой отель и самый дешевый в нем номер. И вот как будто бы отель не хочет нам показать эту свою фишку, сайт не загружается. Суть, номера стандарты здесь не реновированы, они действительно старенькие, со старыми, вот не поленитесь, зайдите потом на сайт и посмотрите разницу. H отель 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 Милан Ambushatore стандарты. Какая разительная разница между стандартами и номерами супериор. Супериор реновированы, поэтому покупать дорогой отель самый дешевый номер именно здесь не стоит. А для тех, кто хочет четверку в самом центре дома, еще и авторского дизайна, есть вот такой страфотель. Скажем он очень модный, дорогие, высокий, очень высокий ценник, но он того стоит. Здесь каждый номер от какого-то известного дизайнера интерьеров, все номера в своем стиле, все номера неповторимы, то есть если это Милан, шик и стиль, то страфотель полностью попадает в эту целевую аудиторию. Выбор большой и развлечений, и магазинов, и отелей. Да, вы можете сказать, у нас тут возникали проблемы, нам сказали, что агенты боимся ваш Милан бронировать, у вас цены одни, а вы доплаты выставляете. Это Милан, это столица моды, это столица делового туризма. Отели современные, они не работают по контрактным ценам, как моря. Отели смотрят на свои продажи и повышают цены в зависимости от динамики продаж. Если у него осталось несколько номеров, они повышают цены. Если номеров много, они могут даже снизить цены. Поэтому мы стараемся как можно оперативнее отвечать на все ваши запросы, предлагать по максимуму альтернативы без доплат. Но это Милан, это динамический город, это динамические цены. Поэтому давайте будем стараться подстраиваться под активный вот такой миланский стиль динамики. И не пугайтесь, если вам отказывают, ваш отель не подтверждается. Мы постараемся максимально быстро предложить вам какие-то альтернативы. Тем более выбрать в Милане есть из чего. у нас есть два варианта. В час я уложилась, но уложилась только про Милан. Про Римени я, к сожалению, не уложилась, а про Римени как раз и хотелось бы поговорить. Давайте я попрошу сделать так, что мы сделаем запись Римени, вы можете отключаться, если возможно, мы сейчас сделаем запись Римени вебинара, и вы сможете посмотреть его в любое свободное время, я даже не знаю, хотя бы дома убираю квартиру. Просто услышите про Римени, услышите про этот курорт и про его особенности. Если такой вариант подойдет, то мы просто сделаем запись не в живом эфире. Я прошу прощения за технические неполадки. Желаю вам удачных продаж и напоминаю, что все туры с заездами по понедельникам дешевле аналогичных туров с заездами по субботу. 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 Продолжение следует...